Свой бог государства не алфавита, зато есть неповторимая культура, традиции и история, которая только в Латвии насчитывает более 500 лет. Диаспора цыган-ромов на сегодня составляет порядка 8 тысяч человек. 94% из них являются гражданами, при этом именно эта этническая группа наиболее подвержена социальному риску. 45% не имеют даже основного образования, как следствие не могут найти работу. И хотя служба занятости представляет достаточно широкие возможности от обучения на курсах до рабочих мест, решение проблемы все так же буксует, так как в схеме образования трудоустройства ромов сплошной замкнутый круг. Он ничего не может, он не может ни в курсах идти, потому что он читать и писать не умеет, или нет вот этих 9 классов, он не может принять участие, и он должен не жить, а выживать. Не лучше обстоит и вопрос образования детей. На сегодняшний день в средних школах Латвии учатся всего лишь 29 цыган. При этом по статистике уже в 7-м или 8-м классе цыганские дети бросают школу. И причин здесь много, от неприятия со стороны большей части латвийского общества до низкой мотивации со стороны самих же ромов. По статистике Евробарометра, то 25% родителей, они не хотели бы, чтобы цыганские дети, чтобы их дети учились бы вместе с цыганскими детьми. То есть это уже, это говорит о том, что само общество не готово их принять. Впрочем, как эксперты, так и представители ромов признают, современное цыганское общество меняется. Совсем недавно сразу три негосударственные цыганские организации смогли получить европейский грант экономической зоны на реализацию проектов. Один из них связан с развитием музея и сохранением культурных ценностей цыган. А два других касаются вопросов поддержки обучения детей и проведения творческого досуга. Это значит, что община готова к новому веку, к новым тенденциям, которые накладывает окружающий мир, глобализация и так далее. Ну а в Международный день ромов в Латвии прошел целый ряд мероприятий. В столице состоялась конференция о проблемах ромов. Затем была открыта выставка картины и фотографий, после чего состоялось шествие, участники которого в память о цыганах, погибших в годы Холокоста, опустили цветы на воды Даугавы, которые стали своего рода символом. Латвия – единственная европейская страна, где нет ни места памяти цыган, ни даже учета числа убитых во время Второй мировой войны. Международный ромовский день – это символизирует единство и братство всего цыганского народа. В этот день, конечно, нам надо обогащать и показывать нашу культуру, наши традиции. Конечно, вспоминать и дать дань уважения нашей тяжелой истории. Ольга Пилиповец, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.